Трудные места с библейским порталом Экзегет. А сейчас послание к римлянам, 8 глава, 20 стих. Такое известное место и совсем непонятное. «Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлинию, свободу, славу и детей Божьих». Синодальный перевод довольно непонятный, я читаю свое. «Ведь творение не по своей воле покорилось смертной пустоте, оно было принуждено к этому. Но у него осталась надежда, что оно однажды будет освобождено от рабства смерти, и этому послужит свобода и слава сынов Божьих». Давайте начнем с самого главного слова «тварь» в синодальном творении. «Актисис» по-гречески, что это такое? А это вот то, что сотворено. И смотрите, здесь, судя по всему, это слово не включает в себя человека, ну или, по крайней мере, человек не в центре внимания, как обычно все-таки о человеке все пишется. И, конечно, послание к римлянам, оно описывает человека перед Богом. И вдруг «Актисис» — всякое творение. То есть что это? Птички, рыбки, зверушки? Да. Микробы? Ну, наверное, тоже, хотя Павел не знал об их существовании. А может быть, это планеты, солнечная система, галактика? Да, она же тоже сотворена. То есть весь материальный мир. Ну, вообще-то да. То есть у нас частый вопрос, который нас терзает, это посмертная судьба домашних животных. Очень хочется, чтобы какая-то встреча с ними была возможной. Правда? А тут галактики. А тут не просто попугайчики, кошечки, собачки, которые дома живут, очень милые, и мы хотим с ними встретиться и за гранью смерти. Но галактики. Вот, ну, Павел такой, ему кошечек не хватает и попугайчиков. Ему надо галактиками мыслить. И а что дикие животные, жизнь которых полна страданий, жизнь которых очень коротка. А может быть, даже не живая природа, она каким-то образом должна войти в вечность. Да, вот как этой красоты будет не хватать, да? Горных вершин, зеленых лесов. Ну, леса живая природа, но, скажем так, безмолвная. Море. Я обожаю море. Как можно без моря в Царстве Божьем? Я не понимаю просто. А это же все-таки стихия, она не обладает разумом. И что Павел об этом говорит? Нет, я был бы доволен, если бы он сказал, все это у нас будет. Он говорит совершенно другое. Он говорит, что тварь покорилась суете недобровольно. Более того, перед этим он пишет, тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Я перевел весь сотворенный мир с величайшим нетерпением ожидает, что будет открыто через сынов Божьих. То есть не мы ожидаем кошечек, собачек или закат на море или горные вершины в Царстве Божьем для нашего развлечения и удовольствия. Но весь мир ожидает, что человек, новый человек, сообщество сынов Божьих, новое человечество, послужит избавлению этого мира от суеты. Я перевел смертной пустоты, да, но вопрос слова «суета», «мата йотес» по-гречески. Но слово «суета» по-русски обозначает скорее вот, когда очень много работы и не успеваешь ничего, и все путаешь, теряешь, да, вот это вот «суета», когда туда-сюда люди бегают, и все без толку. Но это скорее вот то, что лишено смысла. В книге «Экклезиаста» «суета-сует», традиционный перевод, там «хэвэль-хэвалим» — это дуновение, да, вот что-то пустое, такой пар на стекле, который моментально исчезает. И вот весь мир покорен ничтожеством. Какому? Что имеется в виду? Вряд ли имеется в виду «суета», в смысле «беготни туда-сюда». Это не то слово, которое стоит в языках оригинала. А имеется ли в виду, допустим, некоторая духовная сила, там, я не знаю, князь мира сего, который покорил себе весь этот мир, на то он и князь, да, его правитель, и тварь страдает и мучается. Мы не знаем, но мы понимаем, что в мире как-то все идет не так. Сегодня мы это обычно связываем с экологией, да. Там глобальное потепление, разные другие проблемы. Я сейчас не обсуждаю их, это не моя совершенно специальность. Но мы понимаем, что в мире что-то вот очень испорчено, да. И, как правило, мы понимаем, что человек скорее портит дальше, чем исправляет. Придя в живописное место и найдя там некоторое количество пластиковых бутылок и пакетов, начинаешь это понимать очень остро, даже вне всякой связи с глобальным потеплением. И вот Павел пишет, да, это все так, но если люди становятся сынами Божьими, если в них начинает жить дух Отца, об этом он писал выше, в 8 главе, то это послужит искуплению, избавлению всей твари. Я не знаю, как, говорит Павел, и даже не спрашивайте меня про этих кошечек, собачек и морские закаты. Я только знаю, что этот мир, он нуждается в нас для того, чтобы мы каким-то образом послужили его освобождению от сил зла, которые в нем присутствуют. А как эта загадка? И интересно, что Павел не пытается ответить на вопросы, ответы на которых он не знает. А что он знает? И мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ну и в моем переводе, мы ведь знаем, что все творение и поныне стенает и страдает, в том числе и мы сами втайне страдаем, хотя дух и начал действовать в нас. Мы ожидаем, когда станем сынами Божьими, а наши тела будут искуплены. То есть речь идет не просто о переходе в рай, с некоторым багажом домашних животных и любимых пейзажей. Речь идет о том, что вот это самое новое небо и новая земля, о которых скорее в книге «Откровения» мы читаем, но образ не только там, конечно, присутствует, они действительно будут чем-то таким, что берет все значимое из этого мира и оставляет все лишнее. И человек становится частью этого нового мира, но частью центральной. Почему? Потому что именно он может стать усыновленным сыном Божьим или дочерью. Именно потому, что через него приходит искупление для всего этого мира. И вот эта ответственность, она, пожалуй, поважнее ответственности за глобальное потепление. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.